Кто же захватил административные здания в Симферополе и как развивалась ситуация в течение дня? Об этом из Крыма наш специальный корреспондент Максим Кошелев. События сегодняшнего дня начали разворачиваться рано утром. Около четырех часов утра группа вооруженных людей ворвалась в здание Верховного Совета Крыма и взяла его под контроль. Примерно такое же количество бойцов одновременно оккупировали еще одно здание Совета Министров Крыма. Я видел только одного человека, которым говорил, который одет, ну скажем так, в полевую форму только без опознавательных знаков. Я спросил о том, кто, ниоткуда, сказали, что неуполномоченные. Взяли мою фамилию, имя, отчество, аккуратно записали, записали мой телефон. Звонков пока мне не было. Странным образом, но пока оцепление вдали, там в двухстах, в трехстах метрах от Верховного Совета сдерживало журналистов и, ну, как они говорили, всех горожан, после 12 часов дня почему-то странным образом открылся доступ сюда, к скверу Победы, возле Верховного Совета. И сюда стали собираться на митинг представители пророссийских организаций. Пока здесь продолжался митинг, внутри парламента заседал Президиум Верховного Совета. Вооруженные люди, захватившие здание, пропускали их внутрь. Спустя несколько часов появилось заявление руководства парламента. Будет вынесено, первый вопрос, это о проведении всекрымского референдума 25 мая, о расширении полномочий автономной республики Крым. Вопрос второй, о экономической ситуации, которая сложилась в автономии и отчете правительства. Это два вопроса ключевых, которые мы планируем сегодня рассмотреть для того, чтобы удовлетворить те требования людей, которые сегодня возмущаются и ходят по улицам, понимая, что их вопросы не решаются и не видят никакой перспективы. Но к концу дня главной загадкой остается, кто же были эти вооруженные люди, устроившие захват сразу двух административных зданий. Сначала ходили слухи, что это могут быть представители правого сектора. Но, правда, российские флаги, появившиеся над зданиями, развеяли эти сомнения. Затем, практически на протяжении всего дня, все были уверены, что это какие-то российские военные или другие спецподразделения. К концу дня появилась информация, которую озвучил народный депутат Геннадий Москаль, о том, что, возможно, это могут быть бойцы Беркута из Крыма или Севастополя. Но это пока только версии. Максим Кошли, Фиталий Зитковский, телеканал Интер, Крым.